Йоу, всем привет! Сегодня хочу вам показать очень результативный и очень драматичный бой на FV4005, причем этот бой я сыграл еще до того, как этот танк апнули. Как раз сегодня выходит патч, в котором увеличили, во-первых, боекомплект до 20 снарядов, к размерам боекомплекта в конце боя мы еще вернемся. Увеличили мощность двигателя, увеличили точность орудия, снизив разброс от поворота башни и улучшили комфортность стрельбы. Теперь в этом патче пушка вниз в бабахе опускается лучше и по сторонам башня поворачивается не на 45 градусов в каждую сторону, как у меня в этом бою, а на 90. Вот, но и старая бабаха была еще на что-то способна и в этом бою я это наглядно продемонстрирую. И направляюсь к стяжаме в город, три арты в этом бою. Есть одно место, где можно от этой самой арты засеивиться, потому что эта самая арта может, ну не сваншотить, а кинуть с пробитием на 1000 плюс хитпоинтов в рубку, в рубки, потому что 14 мм. Союзники, кстати, довольно-таки агрессивно сделали, как бы это сказать, маневр антиподжим, перепушили Центуриона и ИСа 7-го. Подъезжаю я на этот самый угол и зацеливаю выезд с него. Заряженный у меня первым стрелятом ББшка, потому что здесь у них противника одни десятки, причем такие толстые фугасы, будут им сносить мало хитпоинтов. Поэтому первым выстрелом я попробовал, хотел сделать пробитие на 1150 средний альфа ББшки. Лучше, чем фугасом кинуть там на 500, на 700. Вот, зацелил, свелся и жду. Союзникам, еще раз повторюсь, надо отдать должное, перепушили они здесь противников. На этой ББАХе прикол в том, что вы не можете действовать активно, вы можете действовать только из-за спин союзников, потому что 14 мм в рубке, в рубку залетают фугасы с пробитием. Все залетает с пробитием в этот танк, брони у него нет совсем, нужно действовать очень аккуратно. ББАХа танкует бортом, здесь на самом деле, здесь на самом деле такой рискованный выстрел над спиной у союзника, чуть-чуть бы не повезло, и снаряд бы вместо противника угодил в союзника. Но надо было рисковать, других вариантов не было, рискнул и риск оправдался, удалось 1207 хитпоинтов ББАХе снести. Сейчас Е100 будет забавно вытанковывать бортом, вот смотрите, смотрите как делает Е100, смотрите как делает Е100, так делать не надо. То есть, я не знаю, что это было такое затанкование, такое ромбом, он практически выехал, под прямым углом подставил борт, естественно под прямым углом его будут пробивать. Тем более ПТ 10 уровня, которые здесь светились, которые очевидно здесь стоят и зацеленные. Ну а мы в свою очередь скажем спасибо Е100 за этот маневр, так как это дополнительный 1100 хитпоинтов в копилку урона мою в этом бою. Маус! Пробую выцелить НЛД, вместо НЛД попадаю в каток без урона. ББшки как раз почти закончились, так что я заряжаю следующим снарядом уже голдовый фугас с пробитием 230 и альфой 1750. Понимая, что здесь на этой позиции я теперь ничего больше не настреляю, потому что здесь закончились союзники, которые бы на себя сагрили противников. Маус вроде как откатывается, но проблема в том, что там стоит Бабаха, причем Бабаха стоит серьезно обиженная на меня с 80 хитпоинтами, наверняка она зацеленная. Поэтому я не рискнул выгонять на Маус, а Бабаха-то оказывается переехала на другую позицию. Давай Маус, ты справишься. И сможешь застрелить эту Бабаху вражескую. Отлично, артовод ее забрал. И теперь я могу подъехать к Маусу. Маус будет танковать, светить, отвлекать на себя противников, а я буду из-за его спины накидывать. Левый проезд я зацеливаю, потому что там может выйти сотка. Ой, 1160 хитпоинтов вылетело с Мауса. Это кто ему кинул? Наверное, это я к панцире ему кинул. Выехала сотка. Случайно я ее как-то на автоприцел захватил правую кнопку мыши, потом быстро отключил и вручную удалось ее застрелить без потерь прочности. Маус тем временем откатывается назад и по нему стреляет вражеский Маус. Я заряжаюсь, 10 секунд, 8-7, Маус стрельнул, я успеваю зарядиться, свестись и Мауса продамажить, что я и делаю. Хоп, Маус такой, не-не-не, не буду смотреть на бабаху, не буду, страшненько мне на нее смотреть. Ну и не смотри, Маус, на меня, отвернись в дом. А я тебе через башню нанесу максимально возможный фугасный урон с тем, как это сказать, с той целью, чтобы фугас разорвался у тебя над капотом, над мотором, то есть где наиболее тонкая броня и, соответственно, сплэш нанесет максимально возможный урон. Плюс частенько в башню, если Маусу вниз башни попадать, снаряд разрывается над мотором, над капотом. Часто случается еще поджог, Маус снова стрельнул по нашему Маусу, я снова могу выехать, зацелиться и свестись без потерь, без потерь. Пора дамажить Мауса еще на 700 хитпоинтов, 720, 770 и раскрою вам секрет, раскрою вам секрет, я еще пока заряжаюсь, 14 секунд пока что еще я не могу выехать. Мне надо, чтобы наш Маус еще разочек танканул, что он сейчас и сделает. Так, огонь, танканул, 5 секунд остается у меня до КД, выезжаю, спожусь и еще раз, сейчас 700 хитпоинтов с башни Мауса выбью. Скажете вы мне, надо было зарядить здесь ББшку и пробить Мауса в щеку, а я вам скажу, что ББшка-то это залетела бы через раз с пробитием, в самом лучшем случае. И в итоге за 3 выстрела я бы нанес, ну, где-то либо 1000, либо 2 урона, либо 1000, либо 2. А так я за 3 выстрела гарантированно 2000 урона нанес, 2200, даже с копейками. Вот, тем временем здесь Яга КД, пробую я добрать Ягу, но вместо этого вижу, что 268 стоит бортом, добираю его, остается у меня, как видите, 4 снаряда. Здесь бы, конечно, зарядить лучше ББшечку на ИСа-7, потому что фугасом, скорее всего, он не сваншотится, а вот ББшкой, скорее всего, заберет, удастся его забрать. Но, с другой стороны, ББшка может срикошетить этот ИСа-7, потому что у него броня такая рикошетная, непредсказуемая. Ну, и плюс перезарядка 24 секунды, по сути дела, не так-то быстро мне сменить, типа, снаряда Маус, на самом деле, сзади очень вытанковый, так опасно он сейчас мог подставиться под Ягу или ИСа-7. Ну, ИС-7-то, оказывается, переехал. А где у нас Яга? Яга пока не светится. Яга тоже переехала. Вот это да. Е4 светится, зацеленный. Но он не стреляет, мне надо, чтобы он стрельнул, я пока не тороплюсь разменивать свои хитпоинты. Подставляется Маус, добирает его союзники, но я засвечиваюсь, приходится откатиться назад. Маусу, кстати, в моей команде надо отдать должное, он здесь... Если бы его здесь не было, я бы ничего вот этого не сделал, то, что я сделал в этом бою. Пробую максимально свестись в НЛД, попробую ИС-4 пробить, но вместо этого снаряд уходит в ВЛД, естественно, без пробить. Кстати, удается совсем такой несущественный урон нанести. Маус забирается со седьмого. Маус вообще красавчик в этом бою. Воин 13.1, вообще красавчик. Отыграл прям по красоте, помог мне настрелять много урона и сделать красивый бой, чтобы потом по нему записать триплей, чтобы вы потом посмотрели это видео. Теперь уже хитпоинты на мне все находятся, соответственно, мне надо рисковать принимать хитпоинты, принимать урон от Е4 и забирать его пробовать. Но Е4 переехал, и я отправляюсь за ним в погоню. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько мне повезет, куда будет смотреть Е4, куда будет смотреть арта, удастся ли его сваншотить. Вот конкретно от этого сейчас зависит судьба этого боя. Не знаю, ну не на 90%, а на 70% зависит. Куда будет смотреть Е4, куда будет смотреть арта. Е4 смотрит. Стоит спиной ко мне, полностью свестись не успеваюсь, максимально возможно свожусь и с полу вертухи попадаю. От Т-92 пролетело, по счастью, без пробития. Куда-то он мне в гусеницу попал. И в принципе без критов экипажа и без поджога. Да, вот видите, в гусеницу попал. Попал бы он мне в рубку, вылетело бы 1000 с копейками хитпоинтов. А попал в гусеницу и соответственно вылетело всего лишь, всего лишь в кавычках, 511 хитпоинтов. Отсвечиваясь, остается у меня целых два снаряда. Один бронебойный, один фугасный. Из союзников у нас арта, СТРВ, которая охраняет базу. Непонятно, может она вообще АФКшная, вроде как фуловая, но ладно, охраняет она базу. ИС-4 поехал в атаку и вместе с Маусом мы тоже ездим в атаку. Но хитпоинты теперь основные уже на мне, соответственно, теперь мне уже самому надо рисковать и пробовать кого-то высветить, принять урон. Засвечиваю 140, но не тороплюсь я по нему кидать с вертухи, потому что все-таки у меня два снаряда. От Т-92 прилетает сплэш без пробития, всего лишь, всего лишь в кавычках на 524 хитпоинта. То есть, кто-то думает, допустим, что Бабах вот это имба. Расскажите об этом какого-нибудь артиллериста. Это то, что Бабаха имба на какой-нибудь там, я не знаю, Малиновке, Прохоровке. Только она засвечивается, тут же арта планет скидывается, примерно как по Вафле раньше. Только Вафля засвечивается, тут же планет все скидывается, Вафля в ангаре. Вот эта Бабаха, она примерно так же себя чувствует после засвета, в особенности на открытых картах. Зацеливаю я 140 и ошибаюсь. Ошибаюсь, пробовал я рискнуть его добрать, потому что ИС-4 шотный на самом деле. И упарываться он на него не собирался, он бы не стал на него упарываться, если бы я по нему не стрельнул. Ну, соответственно, пробовал я его добрать, ошибся, не попал. И теперь смотрю, как ИС-4 его танковывает, я не знаю, бортом или чем. Ну, ИС-140, возможно, катается контуженный. Ну, давай ИС-4, давай ты сможешь сделать по красоте. Сделал он по красоте, один снаряд у меня остается. Фух, о чем я и сообщаю своим союзникам. Вижу, что я СТРВ-103Б поехал у нас наконец-то в атаку. И, возможно, сейчас какую-то артиллерию засветит. А я вот так прикрываюсь максимально домами, холмами потом, двигаюсь в сторону. Артиллерии засвечивается ГВЕ. Арта по нему попадает, но не ваншотит. И, к сожалению, Т-92 убивает нашу СТРВ. Две арты, а снаряд один. И что делать? Сейчас вы увидите выход, какой есть из этой ситуации. Выход будет вообще неожиданный. Во-первых, сейчас засвечивается, когда ГВЕ. Если бы в бою можно было бы поставить на паузу, вот так вот, вот так вот поставить на паузу в бою, если бы можно было, то можно было бы подумать о том, что ГВЕ вроде как даже не смотрит на меня. Арта по нему сводится наша, и она его, по идее, должна забрать. Не тратить ты на него снаряд, а ставь на Т-92. Но, к сожалению, в бою нельзя так было поставить на паузу, быстро подумать. Соответственно, я полностью свелся, добрал ГВЕ. Сразу сообщил союзнику, что у меня ГВЕ, что у меня боекомплект пуст. Кстати, в реплей прикольно глючит, показывает 783 секунды до следующей перезарядки. Ну и дальше теперь мне нужно что сделать? Мне нужно теперь разрядить Т-92, чтобы ИС-4 его добрал. Но вместо этого ИС-4 едет и сам разряжает Т-92. Т-92 находится в сейве от ГВЕ. И что делать? ГВЕ красавчик. Он наносит существенный, ощутимый урон по Т-92, плюс оглушает его. У меня есть время, чтобы с ним сблизиться и попробовать его забрать тараном. Но не так-то просто это сделать, потому что мне нужно ехать в гору. Т-92 от меня пятится. Смотрите, битва двух якатзун, по сути. Момент вообще достойнейший, интереснейший, забавнейший. И Т-92 пробует от меня убежать. 24 хитпоинта остается у него. ГВЕ его атакует. Атакуй, не атакуй. Все равно я его сам забодаю. Penetration зачем-то сказала мне наводчица моя. Ничего она не понимает в Penetration. Это никакой был не Penetration, а Rem. Таран по-английски, по-моему, как Rem переводится. Вот такой бой. Мастер, Калибр. Где медаль Фадина моя? Где моя медаль Фадина? Забрал последнего врага последним снарядом. А кто-то мне говорил, что если не последним снарядом, а тараном забираешь последнего врага, то тоже ее дают. Но мне в этом бою не дали никакой медали Фадина. Дали только Мастер, Калибра. И кучу положительных эмоций. Надеюсь, бой вам тоже понравился. Если это так, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите в комментарии. То, что вы думаете по этому бою, по поводу этого боя, по поводу моей стрельбы в конце этого боя, насколько были оправданы выстрелы по 140 и по ГВЕ, например. Вот. И спасибо за просмотр. Всем пока.